Новый бассейн для подводного плавания является частью аттракциона Deep Deep Dubai. Его глубина 60 метров. Кстати, предыдущий рекордсмен, польский дипспот, имеет глубину 45 метров. Вместимость Deep Deep Dubai – 14 миллионов литров пресной воды. Это минимум в 4 раза больше, чем у любого другого бассейна для дайвинга в мире. Столько воды поместится в 6 бассейнов олимпийского размера. Именно поэтому 27 июня его включили в книгу рекордов Гиннесса как «самый глубокий бассейн для дайвинга». Посетить сооружение обычные туристы пока не могут. Бассейн работает только по приглашениям. Обещают, что ближе к осени он откроется для широкой публики. Наследный принц Дубая, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум, профессионально занимающийся дайвингом, одним из первых пришел попробовать воду, после чего поделился впечатлениями в социальных сетях. Температура воды поддерживается на уровне 30 градусов по Цельсию – самая комфортная температура для погружений в тонком гидрокостюме или купальнике. Здание, в котором расположен новый бассейн, имеет форму устрицы. Это, по мнению архитекторов, должно подчеркивать статусу АЭК как страны, где исторически занимались нырянием за жемчугом. Но главная гордость Дип-Дип Дубай – настоящий подводный город. Дайверы могут исследовать заброшенные затонувшие городские квартиры, пробираясь по лабиринтам коридоров и комнат. Внутри бассейна установлены современные системы освещения и звука, это помогает создать реальную атмосферу любого времени суток. Сооружение служит еще и подводной киностудией, оснащенной самым современным оборудованием, необходимым для съемок и обработки видео. В Дип-Дип Дубай можно взять уроки у сертифицированных инструкторов, а можно совершить самостоятельное погружение после экскурсии с одним из дайв-гидов на месте. Безопасность дайверов обеспечивается 50-10-6 камерами, установленными по периметру, а на случай чрезвычайной ситуации есть новейшая барокамера. На официальном сайте Дип-Дип Дубай можно увидеть уведомление «Не поднимайтесь на смотровую площадку небоскреба Бурдж-Халифы» сразу после погружения. Действительно, после занятий дайвингом рекомендуется подождать 1824 часа, прежде чем подниматься на высоту 300 метров и выше. А вот наоборот можно, нет абсолютно никаких рисков в погружении на глубину после экскурсии на крышу самого высокого здания в мире. Тиризм, are you?